Замок Счастья Наш датский корабль вмещает до 800 легковых автомобилей и полторы тысячи пассажиров. На корабле были 6 автобусов с туристами из Германии, 3 автобуса из Франции и 2 автобуса из Польши. Замок Счастья Замок Счастья Плыли до Исландии трое суток с пятичасовым стопом на Ферерских островах. Замок Счастья Замок Счастья При входе в Исландский фейер сразу я не понял, что это за фонтанчики на воде. Оказалось, мы видим настоящих китов. Замок Счастья Замок Счастья Замок Счастья Допустимая максимальная скорость на Исландии 90 км в час. Это я только для видео держу 85. Все нормально. Мой нави поначалу вообще не реагировал. И я поехал пальцем по карте. Но через 10-15 минут навигатор ожил и мы дружно и уверенно поколесили к нашей первой цели водопаду Дети Фос. Как такового земляного покрова на Исландии очень мало. В основном камни, скалы, вулканические какие-то из лавы формации. Поэтому и картина сейчас выглядит почти черно-белой. Да к тому же еще и рано. Весна еще не пришла на Исландию. Счастья Водопад Дети Фос. Как младший брат Ниагары, но самый большой в Европе. Всей своей массой, грохоча с 44-метровой высоты, уносит свои воды через ущелье на северное побережье. Страшной силой шквальный ветер не дает свободно и плавно держать камеру. Да что там камеру? Сами люди не могут уверенно стоять. Сами люди не могут уверенно стоять. А в этом месте так и хочется сказать. Это черти из адовой кухни сделали отдушину. И всевозможные серные и тухлые запахи с бульканьем и шипением рвутся наружу. Сами люди не могут уверенно стоять. Сами люди не могут уверенно стоять. Проехав на запад 100 километров, я увидел красивейший водопад Года Фос. Продолжение следует... Далее моя дорога лежит только на запад острова. Где находится самый красивый водопад Динянди. Но я не уверен, открыты ли там к нему дороги. Не судите пожалуйста строго, что картинка часто болтается. Снимаю одной рукой. Если поставить на панель, потряска еще сильнее. Какой-то сексуальный парикмахер сделал этим овцам прелесть прическу. Целые огромные стаи диких гусей и белых лебедей видел впритык к дорогам. Но когда останавливаешься, то они уже беспокоятся, хотя не улетают. В первый день я проехал 500 километров, посетил два водопада, озеро с вулканическими камнями и геофермальную зону Хвераветлир. День был прелесть и погода становится все светлее. Завтра впереди будут перевалы, завтра будут горы. Водопад Динянди берет не мощью и не количеством воды, а своей веерообразной красотой и каскадами ступеней. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Теперь после водопада Динянди моя дорога лежит на самый западный мыс острова Ла Трабьярг. Его скалистые утесы достигают высотой до 400 метров над уровнем Атлантики. И оптимисты утверждают даже, что Гренландию видно. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот самоуверенный зверек, песец, меня полностью игнорировал Не глядя на шквальный ветер, проверял все гнезда топорков Дима Торзок Дима Торзок Это стало местом моей второй ночевки Ни души, только брошенный катер И подальше еще пароход на берегу В западной части Исландии и туристов-то почти не было Едешь долго, пока встретишь какую машину Населенных пунктов в виде примерно 10 домов и более вообще не встречал Чаще один, три дома и пять сараев Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... Моя поездка к водопаду Динянди и Латрабьярк дала в сумме почти 800 километров. Продолжение следует... Водопад Храунфозар длиной 700 метров. Интересен тем, что вода вытекает прямо из расщелин в камнях. Водопад Храунфозар длиной 700 метров. Водопад Храунфозар длиной 700 метров. Водопад Храунфозар длиной 700 метров. Это геологическое место, где проходит граница между американским и евроазиатским континентами. Водопад Храунфозар длиной 700 метров. Водопад Храунфозар длиной 700 метров. Водопад Храунфозар длиной 700 метров. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Далеко от большого дейзера, всего 10-15 километров, находится водопад Кульфос Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры 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 DimaTorzok В этом городке Вик я зазевался, гуляя по пляжу, и волна полностью залила мои ботинки. Какое-никакое, а тоже удовольствие. На другой день я насквозь промокшие ботинки, конечно, сушил только на панели моего автомобиля. Спасибо ему! Вик я зазевался, гуляя по пляжу, и волна полностью залила мои ботинки. Как вязкая перина. Колеса утопают на 10 сантиметров. Поэтому въезд только для полноприводных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА